Доту я играю довольно давно, но где-то познакомился я с ней лет, может быть, в 11-10 в компьютерном клубе. Ну, как и, наверное, большинство людей, которые с детства играют в игры, я играл сначала в Counter-Strike. Ну, старшие ребята играли в Доту, а в Counter-Strike играли, может, только моего возраста. Ну, естественно, мне было любопытно, что это за игра, ну, и хотелось поиграть с ребятами постарше. Ну, я играл в Warcraft, понял, что это карта для Warcraft, вот, играл только в компьютерном клубе. Когда у меня появился собственный компьютер, я уже начал играть на платформе IC Cup в первую Доту. Ну, тоже так, после школы, там, условно, 2-3 игры я играл. В классе восьмом или девятом вышла вторая Дота, я получил на нее ключ довольно поздно. Уже закончился первый International, и уже там скоро второй начинался. Ну, я играл во всяких миксах со своими знакомыми. Мне предложила зарплата организация Comanche, я уже понял, что я смогу зарабатывать Дотой деньги. Решил попробовать себя в этом поприще, и вот после учебы начал сосредоточиваться на Доте. Примерно где-то уже, наверное, серьезно, так, уделяю ей время, полтора, может быть, два года, наверное. Я считаю, что три топ-игрока на моей позиции. Ну, например, я разделю это СНГ, Европа и Китай. В СНГ, ну, безусловно, Рамзес. Он для меня в топ-3 керри мира входит, потому что он очень хорошо играет, очень хорошо понимает игру, хорошо читает карту. Я много его реплеев смотрю, мне импонирует его игра. Если смотреть из Европы, то, ну, по моему опыту, я могу выделить Миракла, потому что в последнее время... Ну, он, как считается, мидером, на самом деле, он очень много играет на керри и очень хорошо исполняет. Мне очень нравится, как он играет, его реплеи я тоже смотрю. И из китайских керри на момент интернешнл я посмотрел практически все игры LFY и Mane, или Mane, не знаю, как точно правильно его у них считается. Из Китая я его выделю. Моя самая сложная игра в карьере, это, наверное, третья карта против Team Spirit. Я тогда играл за команду М19. Я там играл на Фунтом Ланцере, и мы там, можно сказать, проиграли выигранную игру. Счет был 1-1 по картам, и мы выходили в финал против Virtus.pro. Вот, и там очень обидная игра была. Я очень сильно старался победить. На мой взгляд, я, ну, практически не ошибался в той игре, но... Там немного удачи не на нашей стороне, можно так сложилось. Когда мы шли заканчивать игру с Aegis в трон, то... Вспомнилась руна иллюзий, и Blue Seeker с Radiance поднял ее, и... Там примерно где-то на 15% хп в трон включил губер, и мы не смогли закончить там игру. И потом перенервничали, кто-то ошибся, умер, и в итоге мы проиграли. Ну, вот это, наверное, самая сложная была игра, с которой я, наверное, вообще не прав. Еще была игра против Империи, как раз-таки, на Антимаге. Мы ту серию выиграли 2-0. Не помню, там я вроде на третьей минуте ушел в лес с Талоном. У нас ужасные линии были проиграны, и в итоге мы смогли перевернуть игру. Не помню, но она шла там точно где-то час или полтора часа. То есть тоже очень серьезная, сложная игра была, но мы сумели выиграть ее. И вот как раз вышли потом на Team Spirit, в котором проиграли 2-1. Вот, это, наверное, самые сложные игры были, которые я могу вспомнить.